Сегодня утром ограничения на въезд и выезд из Апатитов и Кировска продлили до мая. Это необходимость. Количество заболевших как в регионе, так и в наших городах продолжает расти. А у скончавшейся от пневмонии 67-летней жительницы Мурманской области подтвердился диагноз COVID-19. За соблюдением режима самоизоляции сейчас следят особенно пристально. Рейды по городу участковые спасатели проводят регулярно. Совместно с сотрудниками полиции проводим рейды на нашем рабочем автомобиле, выявляем нарушителей, проводим беседы. В основном люди без справки мотивируют тем, что они вышли либо мусор вынести, либо в магазин, либо с собакой. А со справкой люди с работы идут. Сегодня будем обращать внимание на лиц старше 65 лет, которым нежелательно находиться в данной ситуации, в данном настоящее время на улице. Будем проводить с ними профилактические мероприятия. Спецтранспорт выходит в рейд. Машина останавливается, если видит группы людей. Специалисты проводят разъяснительную работу. Проверяют излюбленные места прогулок пожилых людей, в том числе в районе городского парка. Напоминаю, что и собаку выгуливать нельзя дальше 100 метров от дома. Вы знаете, какая ситуация сейчас? Мы никуда не ходим. Ваши фамилии, меотчества? Да, мы никуда не выходим абсолютно. Только в магазин. В масках, в перчатках и с собакой погулять. Я думаю, оправданно, конечно. Что-то такое повышение больных-то. Этот прохожий без маски и агрессивен. Заверяет, что спешит за продуктами. На попытку стража порядка узнать имя и адрес, возмущается и убегает. Уважаемые господи, с 6 по 30 апреля по судовлению губернатора Нормандской области в Кировске усиливается контроль соблюдения прижима самоизоляции. Рейды по торговым точкам на предмет соблюдения санитарного законодательства тоже проводят регулярно. Штрафы за его нарушения большие. Для физлиц от 15 до 40 тысяч, для юридических больше. А при неоднократном нарушении торговую точку могут закрыть на срок до 90 дней. У нас не стоит цель кого-то наказать, привлечь к ответственности, оштрафовать и так далее. Наша цель обеспечить безопасность, в первую очередь, покупателей, которые есть в этих торговых точках. У нас вот наши сотрудники, которые принимают обращение и звонки на горячую линию, они целый день находятся в масках. Им удобно в них работать. А вот сотруднику магазина, где идет поток населения, где продукты питания, неудобно работать в маске. Ну и я считаю, что таких, конечно, предпринимателей, продавцов нужно привлекать к ответственности, потому что под угрозу ставится наше с вами здоровье. На четверых нарушителей режима самоизоляции составлены протоколы. Наказание до 30 тысяч рублей определит суд. Вот это у нас катетер защитный для аспирационно-дыхательных путей КТ. Уже несколько дней в городскую больнице прибывает помощь от кировского филиала АО «Апатит». Прежде всего, это медицинское оборудование. Сотни эндотрахеальных трубок, дыхательных фильтров, катетеров, желудочных зондов, кислородных масок, воздуховодов. Все это для поддержания систем жизнеобеспечения, чтобы клиника была готова к любому сценарию. Это все к аппарату вентиляции легких, ВЛ называется. То есть на кировской и апатитской площадке у нас это все есть. Кроме того, кировский филиал АО «Апатит» закупил для больницы шприцевые помпы. Это приспособление, обеспечивающее точно дозированное введение препаратов в организм пациента. Поставили в клинику и сотню двухсекционных кроватей. Приобрела компания «Фосагра» также тысячи новых экспресс-тестов. Об этом рассказал ее генеральный директор Андрей Гурев. Мы уже скупили больше 10 тысяч новых экспресс-тестов, систем, которые поступят на наше предприятие буквально в ближайшее время. И, конечно, обратить внимание на тестирование, в первую очередь, медиков. Практика показывает, что именно этот персонал, медицинский персонал, подвержен огромному риску и начинает выбывать первым. И здесь основная задача, я считаю, у нас и правительства – это сделать их работу наиболее безопасной, чтобы они не боялись приходить на работу и действительно спасали жизни. И сегодня мы уже покупаем и автомобили скорой помощи, оснащенные ИВЛ, и кислородные концентраторы, и сами аппараты ИВЛ. По сути, в больнице, медицинских центрах Череповца и Киркско-Апатийского региона это и шприцы, и пробирки, и маски, и защитные очки, беззараживатели воздуха, небулайзеры, средства дезинфекции. Мы поставили практически везде потоковые тепловизоры. Вот я могу вам сказать, что на сегодняшний день мы потратили более полумиллиарда рублей уже на закупку такого рода и СИЗОВ, и тех систем, которые будут необходимы для наших заводчан, так и для медиков этих наших регионов. В завтрак входят блинчики, сырочек, огурчик, греча, гуляшек, яблочко, хлебушек, чай. Такой плотный завтрак, а также обед и ужин в столовой Кировского рудника уже третью неделю готовят для медперсонала центральной больницы. Для тех, кто на передовой борьбы с коронавирусом. Это 11 человек, которые круглые сутки работают в инфекционном отделении. Готовим, собираем латчбоксы, разовая посуда. Согласно меню мы это все делаем. Меню нам предоставляет технологическая служба, и мы по нему готовим. Завтрак, обед и ужин из столовой Кировского рудника привозят в клинику строго по графику. Каждый день. Центральный Кировский универмаг. Вот примерно так сейчас выглядит весь малый бизнес в городе. Все отделы закрыты, кроме одного – ткани. Их продукция стала 30-й в списке из 30 пунктов непродовольственных товаров первой необходимости. Хозяйка отдела Лада Левченко вспоминает, как очень расстроилась, когда в конце марта им пришлось закрыться. Но уже 6 апреля вышло новое приложение к постановлению губернатора с расширенным перечнем непродовольственных товаров, торговать которыми сейчас можно. В самом конце списка – нитки, тесьма, ленты. Отдел начал работу. Лада договорилась с владельцами универмага открывать дверь в помещение по звонку клиента. И звонки пошли. Первые дни вот на маски шли, берут с комбината, берут, оптом покупают. Ну и, конечно, наши рукодельницы тоже проснулись, потому что сидят дома, нужно шить, вязать. В общем, приходят, потихоньку берут пряжу. Стройматериалы тоже попали в расширенный список. К кассе специализированного магазина в Кировске сейчас выстраиваются очереди. Свободного времени у горожан стало гораздо больше, а проводить его нужно дома. Дома сидишь, что-нибудь делаешь. Как говорится, время веселее проходит сармаги. Сам себя уважать начинаешь, когда что-нибудь делаешь. А то, если все закрыто, то вообще труба получится. Плюс еще вирус. Куда деваться? Без масок сюда просят не заходить. Тех, кто не прислушивается, обещают не обслуживать. Правительство России установило временное правило выдачи и оплаты листов нетрудоспособности. Оно касается лиц старше 65 лет, соблюдающих режим самоизоляции. На каждого такого работающего пенсионера работодатель должен оформить лист нетрудоспособности. Без обращения в поликлинику и заявлений. Оплату по этому документу производит Фонд социального страхования. После того, как к нам приходит реестр, мы в течение 7 дней производим выплаты. Обычно это происходит гораздо раньше. Те, кто уже сталкивался с прямыми выплатами, получал листок нетрудоспособности, либо пособие по беременности, родом, либо до полутора, они знают, что сроки у нас, несмотря на то, что они законом ограничены определенным временем, мы гораздо быстрее производим выплаты. ФСС просит организации сдать реестры выплат не позднее 16 апреля, чтобы граждане получили свои деньги своевременно. Дети, их родители и педагоги осваивают дистанционную форму обучения. И если для общеобразовательных школ уже существуют специальные платформы, то школа искусств имени Розанова делает все практически с нуля. При этом хореографическое, хоровое, художественное и музыкальное отделения не прекращают занятий. Так, ребята, приступаем к следующему этапу. Работа цвета с цветом в акварельной живописи. Обучение – процесс непрерывный. Новую форму связи с учениками пришлось осваивать педагогам школы искусств. Общение происходит с помощью социальных сетей и мессенджеров. У Ирины Федоровой три класса с детьми разных возрастов. Заранее она готовит для ребят видеоурок. Вот, например, написание натюрморта. В индивидуальном порядке. То есть они мне присылают выполненные задания, они фотографируют, фотографируют мини-натюрморты, которые они дома ставят. Ну, идет такая вот работа сложная. То есть по каждому рисунку мне приходится комментировать. Я скачиваю на ноутбук, в панте редактирую, что им нужно исправлять. Отправляю обратно. То есть, в принципе, работы прибавилось гораздо больше, чем когда мы работали обычно в школе на уроках. Вокалу обучаться заочно сложнее, но на хоровом отделении Кировской школы искусств занятия проходят по расписанию. Если раньше не каждый понимал, что мы здесь делаем, то теперь родители уже начинают смотреть, понимать, как это сложно, как это трудно. И спасибо им, что они помогают своим детям. На музыкальном отделении свои особенности. Родители помогают малышам освоить нотную грамоту. Даже те взрослые, которые никогда не занимались музыкой, теперь разбираются, например, где легата, а где стакката. Родители записывают видео какого-то произведения, да, высылают это видео преподавателю, преподаватель просматривает, дает свои какие-то рекомендации. Лично я, например, записываю сама, потому что у меня дома есть инструмент, я сама играю с комментариями, там, в медленном темпе, со штрихами, с динамикой. Делаю несколько нарезочков произведения и высылаю обратно родителям. Если обычный очный урок длится 40 минут, то дистанционный в два раза дольше. От учебного плана отставать нельзя. Совсем скоро у ребят переводные и выпускные экзамены. Всем привет, с вами Никита Кельченко, изучительник ХК «Борис» из сборной Казахстана. И сегодня я вам покажу мои три любимых упражнения. Свои любимые упражнения демонстрируют профессиональные хоккеисты из континентальной и высшей лиг. Воспитанник Кировской спортшколы Никола Селиверстов каждый день теперь тренируется вместе с кумирами, которые, как и их юные поклонники, вынуждены сейчас поддерживать форму дома. Иначе никак. Растяжка однозначно. Еще на ноги. Вот на ноги обязательно. Друзья мои сестры там живут, они стучатся обычно в стенку. Я вам сказал, что уж извините, надо позаниматься. Эти видеоуроки профессиональные хоккеисты записали эксклюзивно для 45 воспитанников Кировской школы. Всех их тренирует Иван Кольченко, который и придумал этот способ не растерять навыки и форму во время вынужденного перерыва. Практически все у меня стараются выполнять задания в домашних условиях. Прошу, чтобы мне присылали видеоотчеты родители и смотрю на них, где они допускают ошибки. Спортсмены, записавшие видео, друзья и коллеги Ивана Кольченко. На очереди рассказал тренер ролики от профессионалов из Германии и НХЛ. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо. Опять голубое. Тот же лес. Тот же воздух. И та же вода. Только он не вернулся из боя. Первый флешмоб по чтению стихов онлайн в апатитском филиале «Магу» запустили несколько лет назад. Он был посвящен творчеству Николая Рубцова. В этом году 75-летию Великой Победы. Мы чувствуем определенную сопричастность с вот этим праздником, с тем подвигом народа, который был совершен во время Второй мировой войны. Акцию подхватили в других городах страны. В сеть выкладывают свои видео с хештегом «Стихи о войне 75», созданным в апатитах. Спасибо вам, отцы и деды. Спасибо, братья и сыны, за ваш подарок. Ну, победы. За главный праздник всей страны. Организаторы приглашают всех горожан присоединяться к акции «Достаточно записать видео», в котором вы читаете стихотворение о войне, и опубликовать запись у себя на странице в соцсетях с хештегом «Стихи о войне 75». Два раза в неделю, по средам и субботам, в группе апатитского филиала «Магу» публикуют присланные видеоролики. Акция продлится до 8 мая. Сегодня, 13 апреля, во всем мире празднуют День рок-н-ролла. В Кировске и Апатитах сразу несколько популярных рок-групп. Бенд «Аллатор», несмотря на пандемию коронавируса, продолжает радовать своих поклонников и снимает видеоролики. Не поддерживать связь со своими слушателями, не выдавать какой-то материал, какие-то новинки – это, наверное, неправильно по отношению к своему слушателю. Поэтому мы решили снимать видео таким образом. «Аллатор» выпустили шестиминутный ролик со своей новой песней. Она войдет в новый альбом. Сейчас группа в процессе создания рок-оперы «Тайны Санта-Доминго». Для нее музыканты придумают целую театрализованную постановку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова